В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день марта с погоды. А днем 6,11 выше нуля и местами минус 2, плюс 3. В Черкеске дождь, ночью небольшой, днем умеренный. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 6, плюс 8, а днем 9,11 градусов тепла. На год досрочно завершен. В селе Джага Малокрачевского района закончились работы по капитальному ремонту дамп. Берегоукрепительные сооружения общей протяженностью 3776 метров расположены на левом и правом берегах реки Эшкакон. Алкачиева подробнее. В 2002 году во время наводнения в зоне стихийного бедствия оказались жители села Джага. Тогда вода на реке Эшкакон поднялась до критических отметок. Были пострадавшие. И при реконструкции дамбы в проекте учитывались все эти моменты. Ведь в зоне возможного подтопления, помимо домов, также находились школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад, магазин. Предотвращенный ущерб от негативного воздействия воды на сегодняшний день составил более миллиарда рублей. В 2002 году у нас было очень сильное наводнение. Дома унесло. Многие пострадали. Вот это укрепительное сооружение, оно обезопасило около 3000 человек на данный момент. Хотелось бы выразить огромную благодарность главе республики, главе района, ребятам, которые тут работали. Они вообще досрочно всё закончили. Очень хорошая команда попалась. Мероприятие реализовано в рамках государственной программы Карачева-Черкесии охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов в республике. И согласно проектной документации, должно было завершиться в 2024 году. Берегоукрепительные работы, сооружения общей протяжённостью 3776 метров проходили на левом и правом берегах реки Ишкакон. Ремонт дамб позволит защитить жителей села Джага с домовладениями и приусадебными участками, проживающих на площади возможного затопления 55 гектаров. В планах есть продолжить. У нас как бы половина села, дамба до половины села закрыла. В планах ещё есть продолжить. Ну, мы на учёт поставили, обратимся опять к главе района, к главе республики. Ну, будем делать всё, что в наших селах. Очень многие приняли участие в этом проекте. Начиная от кадастровых инженеров, он прям зимой тут на учёт ставил, чтобы мы в эту программу вошли. Кто по бумагам работал, кто проект делал, от имени всех жителей нашего села выражаю огромную благодарность всем. Алла Качиева, Ахмад Чучаев, Ислам Урумов, Вести Карачева, Черкесия, Малокарачаевский район. И заглянем в календарь. Сегодня Всемирный день фортепиано. Этот день способствует развитию музыки и делится радостью от игры на этом музыкальном инструменте. Праздник напоминает о значимости профессии пианиста в культурной жизни. Новый информационный день продолжает своё вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке, затем также программы карачаевской редакции. А в 14.30 в «Вести» Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра.